Их показывают по российскому ТВ и представляют международными наблюдателями. Кто эти люди, откуда и что они наблюдали на так называемых выборах, так называемых ДНР и ЛНР. О том, чем они прославились у себя дома, подробнее София Гордиенко. Приехавшие в ДНР европейские политики настолько видны яркие личности, что только показав их по российскому телевидению, с сайтов тут же убирают видео. Еще бы, сторонники свобод ДНР и ЛНР имеют на родине сомнительную славу. Вот портреты лишь некоторых из них. Серб Владимир Крышлянин, бывший защитник Слободана Милошевича, антиевропеец и пропутинец, поборник православного мира во всем мире. Бельгиец Франк Крейльман, ультраправый член партии «Фламандский интерес», требующий амнистии для лиц, сотрудничавших с гитлерской Германией. Ну и мой любимый персонаж австриец Эвальд Штадлер. Мало того, что за каждым углом ему мерещится костлявая тень Газдепа, нападающего на Россию, так этот человек еще и смог создать в свое время комитет памяти вермахта. А на выборах на оккупированных территориях он придумал альтернативную ОБСЕ новую структуру. АБСЕ. То ли агентство, то ли ассоциацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так до конца никто и не понял. Очень странно. Согласно кремленской версии, ему бы скорее быть на стороне Киева, то есть фашистующих же добандеровцев и карателей. Но нет же, Штадлер давно и преданно любит Путина. Был на выборах и Жан-Люк Хавхойзе, евродепутат от крайне правого французского национального фронта, и немец, главред опять же крайне правой газеты «Зюст» Мануэль Оксенрайтер, ну и знаменитый йоббик, венгр-анархист. В общем, собрался ультраправый паноктипкум. Про-фашисты наблюдали за антифашистскими выборами. Но российская пропаганда почему-то этого не заметила, и нарушений не обнаружили. Но странное дело, европейская пресса, которая без особого внимания отнеслась к такому важному событию, почему-то все равно назвала волеизъявление профанацией. Может, и здесь не обошлось без подку по газдепам. А если кроме шуток, то после этих якобы выборов аналитики прогнозируют ухудшение отношений между Европой и Москвой. Причем в этот раз надолго. София Гордиенко, Василий Трушковский, Европейское бюро телеканала «Интер».